Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим блестящий пример окружения центра соперника на примере гениальной партии трехкратного чемпиона СССР, гроссмейстера Бориса Блиндера. Вот в этой позиции ход белых. Они сыграли CD4. Этот ход уже, оказывается, проигрывает, как ни странно. Вроде бы на первый взгляд кажется позиция белых очень крепкой, но черные здесь побеждают. Давайте вначале рассмотрим партии, дебюты, из которых может возникнуть данная позиция. Допустим, вот эта позиция может возникнуть из дебюта отыгрыш. Вот этот размен назад называется отыгрыш. Белые ставят тычок и черные начинают окружать шашку С5, тычок. Они выигрывают шашку временно, но белые этого не боятся, потому что встроят колоночку и с помощью удара по затылку отыгрывают шашку и позиция уравнивается. Далее обе стороны подтягивают свои шашки ближе к центру и возникает та позиция, которую мы сегодня с вами рассмотрим. Также эта позиция может возникнуть из дебюта отказанная городская партия. Если в этой позиции сыграть СБ4, тогда черные играют Ж4 и возникает дебют городская партия. Поэтому белые уклоняются от известных вариантов городской партии и нападают на шашку Ж5. Черные здесь могут поставить кол, ну и после всех разменов в этой позиции белые обычно играют ЕД6 и меняются 2 на 2 с равной игрой. Но можно напасть и СД4. Теперь у черных есть два хороших варианта. Либо сыграть ЕД2 с интересной позицией, либо разменяться вот таким образом. СБ4 черные временно жертвуют шашку, затем отыгрывают эту шашку и снова возникает уже известная нам позиция. Обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру и снова возникла наша позиция. Только с переменой цвета. Ну и наконец откуда еще может возникнуть данная позиция? Вот такая леталка, белая Е3 летит на А5. Это такой жеребьевочный дебют, летающая шашка называется. Не пугайтесь, кто не знает. Обычно такие дебюты играют профессионалы. В этой позиции у белых позиция чуть похуже, они начинают окружать. Черные же занимают центр, активизируют свою бортовую шашку, вывозят ее в центр. Ну и белые пытаются ее окружить. Но здесь видно, что у черных есть недостаток в позиции. Это отсталая шашка А7. Развить ее здесь тяжело, поэтому они вываливаются в центр. Белые закрываются и затем спокойненько развиваются. Белые меняются назад, черные также меняются назад. Получают позицию чуть поприятнее. Но белые вот таким двойным разменом, это стандартный прием, позицию уравнивают. Ну и снова обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. Ну и возникает уже знакомая нам позиция. Опять же с переменой цвета. Давайте вернемся к этой позиции. Это знаменитая партия из чемпионата СССР 1952 года ВРТ Блиндер. В этой позиции у белых есть три хода. ЖФ4 это плохой ход, СД4 плохой ход и наконец сильнейшее продолжение БА3. Давайте вначале рассмотрим ход ЖФ4. Этот ход плохой. Черные здесь энергичной игрой могут выиграть. Меняемся на поле Ж5 и что мы видим? Центр белых внезапно провис. То есть рано или поздно белым придется сыграть СД4. Надо играть, да. Ну тогда черные меняются назад. И вот здесь мы видим, что мы можем вначале выбить шашку Ж1. Вот таким ходом ФЕ5. Затем мы меняемся и прорываемся по ослабленному правому флангу белых. Как далее может протекать игра? Обе стороны прорываются в дамки, но мы видим, что силы белых отрезаны по двойнику, а шашки черных могут беспрепятственно пройти в дамки. Здесь у черных выигрыш. Ну как можно дальше играть? Допустим, белые ставят дамку и занимают большую дорогу. Тогда мы начинаем вести свои шашки в дамки. Белым надо перевести шашки на бортик, потому что в центре они подвержены атаке. Значит, обе стороны выполняют свои планы. Черные проводят шашки в дамки, белые уводят от греха подальше шашки на бортики. Ну и здесь уже стоит угроза, видите, так называемый прием трамплин. Поэтому белые вынуждены играть только по бортовым полям. Черные проводят свою третью шашку в дамке. И затем уже ставят угрозу, так называемая петля. Поэтому белым приходится уходить на Аш-8. Затем переводят дамку на Аш-4 и снова грозит петля. Приходится уходить вниз. Ну и здесь черные ставят неотразимую угрозу. Куда бы белые не пошли, они проигрывают. Значит, белые не могут играть на поля Аш-8 и Аш-7 из-за петли. Ну, видите, черная дамка отсекла шашки белых по двойнику, поэтому черные побеждают. Внизу оставаться черная дамка также не может, потому что здесь такая петля. Отдаем две дамки, затем еще одну шашку и снова выигрываем. Ну, если отдать в этой позиции шашку, просто бьем, затем снова строим эту позицию и опять стоит такая угроза. Белые вынуждены сдаться в этой позиции. Как видите, ход GF-4 в данной позиции очень плох. Как еще белые могли играть в этой позиции? Правильно, конечно, играть Б3. Здесь сохраняется равенство. Черным надо меняться FG-5, это лучший ход. Ну и здесь у белых есть два хода. После хода GF-4 снова играем, DE-7 и снова выигрываем. Ну, конечно, здесь у белых, оказывается, есть гораздо более сильный ход, GF-2. В чем идея? На напрашивающийся ход, DE-5, здесь уже белые побеждают наоборот. Вначале они нападают, ну и у черных есть два хода. Значит, если они проводят вот такую двойную жертву и пытаются пройти в дамке, и здесь белые легко побеждают. Они пропускают черных дамки, затем эту дамку ловят, ну и остаются с лишней шашкой. Второй вариант. Если черные в этой позиции меняются таким образом, здесь белым надо пожертвовать шашку и напасть на шашку черных. Ну и здесь белые постепенно побеждают. Ну, например, DE-7 побили, BC-7, G-6, белых грозят пройти в дамки, надо играть и F-6. Ну, после хода DE-3, CD-6, белые меняются назад, и возникает известное окончание. Здесь у черных проигрыш. DC-5, FE-3, FE-5, HG-7. И на нападение кажется, что вроде бы черные достигают ничей, но здесь выигрывает очень красивый прием. E-D-4, и когда черные бьют, когда неожиданно бьем шашкой C-1. Черные бьют, мы ставим дамку, тихий ход, что может быть красивее. Ну и после единственного хода отдаем одну шашку и забираем две с выигрыша. Это окончание, вот это вот, встречается довольно часто, поэтому, друзья, выучите его, оно очень полезное. Так, вот, значит, еще раз. В этой позиции белые сыграли GF-2, DE-5 проигрывает, потому что белые нападают, черные меняются, и вот здесь выигрывает жертва и нападение. Сразу же нападать FE-3 плохо за белых, потому что у черных появляется жертва. CD-4. Ну, сюда бить плохо, черные проходят дамки, белые бьют сюда. Вроде бы лишняя шашка, но на самом деле здесь белым надо играть аккуратно, надо возвращать лишнюю шашку, ну, и играть АБ-4 с последующим разменом вперед и ничейной позиции. Если же в этой позиции белые пожадничают, сыграют, допустим, АБ-4, тогда черные могут провести разгромную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Отдаем три шашки, затем прорываемся в дамки и красиво побеждаем. Вносим вот такой замысловатый удар с выигрышем. Ну, то же самое было бы, если бы СБ-2 сыграли, тогда Б-7. Ну, и если здесь белые играют АБ-4, снова эта комбинация. Так, так, так и так. С выигрышем. Так, поэтому после хода еще раз вернемся. Б-3, Ф-G-5, Ж-2, вот сильнейший ход. Д-5 здесь проигрывает. Правильно, конечно, играть Ж-4. Тогда белые играют Ж-4, ну, и после хода Д-7 играют С-Б-2. Позиция белых кажется выигранной, но на самом деле черных спасает жертву. А-Ж-5 и Д-Е-5. Белым надо идти в дамки, но здесь мы наносим удар пяткой, или как его еще называют удар каблуком, ну, и постепенно уравниваем позицию. Можно разменяться вперед, ну, и после хода Б-3 тоже возникает известное окончание. Значит, в этой позиции можно сделать два хода, Ж-6 и Е-6. Как ни странно, ход Ж-6 напрашивающийся, но он плохой. Здесь белые получают преимущество. Е-4, ну, и после хода Е-6 не надо играть С-Д-4, там будет равное окончание. Правильно играть Ф-Ж-3. Ну, и здесь уже после единственного хода Ф-Е-5 белые получают преимущество в эндшпиле. То есть черным приходится жертвовать шашку, белые здесь еще грозят за тем, по такой траектории перестроиться, и начинают атаковать шашку С-5. Поэтому здесь у белых преимущество, есть шансы на выигрыш. Поэтому правильно в этой позиции, конечно, играть не Ж-6, это плохой ход, а Е-6. Здесь позиция уравнивается гораздо проще. Допустим, Е-4, Ж-6, и на ход Ф-Е-3 уже играем Ф-Ж-5. Значит, на ход С-Д-4 здесь уравнивает вот такой стандартный план. Меняемся назад. Ну и после хода А-Б-4, видите, белые грозят напасть на шашку, надо напасть, белые отходят, жертвуем шашку и прорываемся в дамки. Белые хотят провести все три шашки в дамки, вроде бы кажется проигрыш, но здесь спасают вот такой прием интересный. Ставим дамку, белые вынуждены отойти. Красиво отдаем дамку, ну и достигаем ничей. Запомните этот прием, он также довольно-таки часто встречается в практической партии. Если же в этой позиции белая игра вместо хода С-Д-4, Ф-Е-5, здесь позиция также уравнивается. Белые давят, но здесь плохо играть А-Ж-5, там будет преимущество у белых. Проще отдать шашку А-4 и сыграть А-Ж-5. Если сюда играть, мы зайдем в любки этой ничья, поэтому белые отдают шашку и еще пытаются выиграть. Снова черные перед дилеммой. Куда пойти? Значит, правильно играть, конечно, Е-Д-6, а вот Е-Ф-6 уже проигрывает. После Е-Д-6 черные легко достигают ничей. Жертвуем одну шашку, затем жертвуем вторую шашку, ну и здесь просто занимаем большую дорогу. Это простая ничья. Если же в этой позиции сыграть Е-Ф-6, если это напрашивающийся ход, он снова проигрывает. Белые играют Ж-Ф-4, и вот тоже возникает известная позиция, она часто встречается в игре, начинающие проигрывают. В данном случае ход черных они проигрывают. Жертвуем шашку, лучшего нет, и играем С-Д-4. Здесь, конечно, нельзя играть А-Б-4, этот ход ничейный. Здесь черные могут точной игрой достичь ничьей. Жертвуем шашку и прорываемся в дамки. Белые ставят ловушку. Значит, в чем идея? Если сыграть Е-Ф-2, напрашивающийся ход, то белые побеждают А-Б-6, и черным некуда ставить дамку. Если поставить дамку на Е-1, тогда выигрывает так называемая петля. Видите? Белые празднуют победу. Если же черные ставят дамку на Ж-1, тогда белые ставят угрозу. Ходом Б-7, поимки дамки, поэтому приходится отходить. Тогда ставим дамку на Б-8 у черных. Снова единственный ход. Ну и белые здесь занимают большую дорогу, проводят все три шашки в дамке, строят треугольник Петрова и побеждают. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Значит, правильно в этой позиции вместо хода Е-2, так, Е-2, надо было играть Е-Д-2. Вот здесь белые победить не могут. На сильнейший ход Е-8 черные играют, ставят дамку на С-1 и, видите, грозят занять большую дорогу. Поэтому приходится играть дамкой на Ж-7. Тогда белые обрезают шашки белых от похода в дамки по двойнику, и это ничья. Снова вернемся к этой позиции. То есть мы выяснили, ход А-Б-4 ведет все-таки к ничьей при правильной игре черных. А правильно здесь было играть Ф-Е-5. Вот здесь уже ничьей нет. У черных есть два варианта. Если они идут в дамки, ну, видите, грозят отсечь шашки белых по двойнику, поэтому играем А-Б-6. Ну, здесь легко побеждаем. То есть проводим все три шашки в дамки, снова строим треугольник Петрова и побеждаем. Значит, если в этой позиции так, отдали, черные отдают вот эту шашку, здесь выигрывает тоже прием капкан для дамки. То есть подводим свои шашки, и вот здесь надо сделать точный ход Б-7. В чем идея? Получилось распутие. То есть куда бы черные не поставили дамку, она везде гибнет. Если ставят на Ж-1, тогда ловим дамку таким образом. Если ставят дамку на Е-1, тогда выигрываем так. Ну и давайте рассмотрим все-таки партию Верете Блиндер. Как здесь белые ошиблись и черные блестяще победили. Значит, белые сделали вроде бы сильнейший ход СД-4, но ход кажется безобидным, на самом деле уже проигрывает. Играем СБ-4. Ну, нападать так нельзя, потому что мы тоже нападем и пройдем в дамки. Так нападать нельзя, потому что просто уходим на А-3, и шашка С-5 гибнет. Поэтому остается единственный ход. Черные грызят пройти в дамки таким ударом, поэтому надо закрываться. Тогда уходим на А-3, и здесь у черных единственный ход Ж-4. Тогда меняемся в Ж-5. Ну и здесь у белых два ответа. На счастье они играют Ж-2, тогда играем Б-7, точный ход. Ну, сюда не пойдешь, потому что мы просто нападаем, и белым некуда прилично пойти. Это называется цуксванг. Невыгодно очередь хода. Если же белые в этой позиции играют ДЕ-5, тогда здесь надо сделать точный ход Д-Ц-5. Вот этот ход выигрывает. В чем идея? Ну, мы сейчас его рассмотрим. А напрашивающийся ход Б-Ц-7 уже, оказывается, проигрывает. Значит, ну, кажется, что на самом деле белые проигрывают. То есть на ход С-Д-4 играем А-Б-4, и если белые сделают напрашивающийся ход Ж-2, то это проигрыш. Просто меняемся, и белым некуда ходить. Если сюда, то сюда, и мы побеждаем. Если сюда, то мы наносим удар пяткой, и снова празднуем победу. Но на самом деле в этой позиции все-таки белые могут очень красиво выиграть. Ж-2, естественно, играть нельзя. Мы это выяснили. А здесь выигрывает неожиданная жертва Е-6 и тихий ход Д-Ц-5. И черным остается только сдаться, несмотря на лишнюю шашку. Вот такая красивая жертва. Но в партии чемпион СССР Борис Блиндер не попался на эту ловушку. Поэтому он в этой позиции на ход Д-Е-5 сыграл Д-Ц-5. Б-Ц-7, как мы выяснили, проигрывает. Белые нападают С-Д-4 и здесь последовала блестящая жертва А-Б-4. Белые бьют и снова блестящий ход Б-7. Но мне бы, честно говоря, такой план игры в голову бы никогда не пришел. Выясняется, что несмотря на лишнюю шашку и центр, у белых проиграно. Удивительная позиция. У белых есть три варианта игры. Ж-Ф-2, Е-Ф-6 и Б-Ц-7. Давайте рассмотрим их все по очереди. Значит, на Ж-Ф-2 бьем и белым приходится жертвовать шашку. Ну, здесь черные постепенно побеждают за счет лишней шашки. Просто вытесняем белых в центр ну и побеждаем легко за счет лишней шашки. Шашка Б-4 идет в дамки. Это выигрыш. Второй вариант. Значит, как было в партии. В партии мастер ВРТ отдал шашку таким образом. Ну, до недавнего времени это считалось сильнейшее сопротивление. И затем сыграл Ф-5. Значит, здесь белым нельзя играть Е-Д-6 потому что черные отходят. Ну, и когда белые идут в дамки, видите, их дамка тут же ловится и черные постепенно выигрывают оставшиеся с лишней шашкой. Поэтому мастер ВРТ здесь сыграл Е-Ф-4. Черные меняются назад ну и выигрывают за счет лишней шашки. Здесь надо сделать точный ход Ж-6. В чем идея? У белых есть два хода. На ход Ф-Е-3 вроде бы сильный ход, видите, не даем А-Ж-5 из-за Е-4. Здесь выигрывает точный ход Д-Е-7. Ну и снова нет хода Е-6 из-за так называемого удара пяткой. И черные побеждают. Поэтому ВРТ в этой позиции сыграл Ф-Ж-3. Более сильный ход. Здесь черные играют А-Ж-5 точный ход и на нападение отбрасывают белый ход дамок и просто идут сами в дамки. белый еще сопротивляются и здесь в этой позиции можно было конечно выиграть постановкой дамки но Борис Блиндер решил выиграть красиво. Сыграл Д-Е-7 ну и на единственный ход Д-Е-6 поставил дамку черные отходят и последовала красивая жертва дамки. И снова удар пяткой. Так было в партии ВРТ Блиндер. Но мой друг мастер спорта из Москвы Владислав Шипилов года три назад показал мне свой анализ. Оказывается в этой позиции белые могли сыграть гораздо сильнее после жертвы черными шашки. Оказывается они могли сыграть БЦ7 возвращают лишнюю шашку и затем жертвуют две шашки. И затем еще играют ЖФ2. Это сильнейшее сопротивление. Трудно в это поверить. Но несмотря на две лишние шашки у черных практически этюдный выигрыш. Надо сделать около 15 чуть ли не единственных ходов. Представляете? Вначале играем Б5 единственный ход. Белые играют Ж3. Затем играем АЖ5 снова единственный ход. Ну и здесь по аналогии партии ВРТ Блиндер возвращаем одну из шашек лишних и затем идем в дамки. Белые меняются назад. Кажется, что позиция черных легко выиграна. Просто идем в дамки. Но здесь к выигрышу ведет только единственный ход. Надо сыграть дамкой на Е5. Выясняется, что белым некуда ставить дамку. Если они ставят дамку на Д8, тогда меняемся дамками и легко выигрываем. Если в этой позиции белые ставят дамку на Ф8, тогда выигрывает АБ6. Стоит угроза БЦ5 и выигрыш, поэтому приходится отходить. Тогда отдаем красиво дамку и ловим дамку белых. Снова побеждаем. Но это лишь надводная часть айсберга. Оказывается, в этой позиции белые могут сыграть Е2. И вот в этой позиции к выигрышу ведет только единственный план игры. Далеко не очевидный причем, друзья. Белые хотят поставить дамку. Если сыграть АБ4, они поставят дамку и затем постепенно уравнивают позицию. А к выигрышу ведет только такой план. Значит, нам надо вытеснить шашку Ф2 белых на поле Ж3. И только здесь выигрыш. Допустим, белые ставят на Д8 дамку, тогда нападаем. Вот мы вытеснили шашку Ф2 на Ж3, затем занимаем центр и вот здесь у белых выигрыш. Причем у черных выигрыш. Причем у белых есть тоже интересная ловушка. На ДЦ7 играем АБ6. Снова единственный ход. И на ход ЦБ8 хочется сыграть БЦ5. Напрашивающийся ход. На самом деле это ничья. Белые играют ЖФ4 с невозмутивым видом. И на ход ЦБ4 просто нападают. Выясняется что это ничья. Если черные уводят дамку лучше увести вниз с идеей провести шашку в дамке, то белые просто бегают по бортовым полям, а когда черные пытаются провести шашку в дамке, они ловят дамку черных и это ничья, так как черные не могут провести шашку А3 в дамке. Это ничья. Если же в этой позиции черные играют мутивым видом ведут вторую шашку в дамке и вот в этой позиции надо сыграть именно на д6. Обратите внимание что F6 проигрывает из-за трамплина. Черные празднуют победу именно на D6 и вот здесь уже выясняется что белые грозят провести вторую шашку в дамке и снова эта шашка не проводится это ничья. А если черные выигрывают шашку таким образом тогда белые как видите просто дьявольская изворотливость белых но все-таки справедливости ради в этой позиции следует отметить что у черных был выигрыш до этого надо было найти гениальный ход АБ4 здесь уже белые достичь ничьей не могут нападать нельзя дамка ловится поэтому приходится играть GF4 тогда играем BC3 и на нападение Б7 снова следует блестящий ход DC5 выясняется что белым некуда ходить на единственный ход FE5 здесь проводим мини комбинацию ловим дамку белых и здесь выигрывает этюдный прием под названием распутие снова у белых два варианта для постановки дамки но оба проигрывают если они ставят дамку на F8 тогда черные ее ловят таким образом если же белые ставят дамку на поле H8 тогда выигрывает прием под названием столбняк белые дамки белые и черные дамки смотрят глаза в глаза но белым некуда ходить и черные празднуют победу друзья если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной песках до свидания до свидания